Засады, бои в горных кишлаках, перевалы и ущелья, где стреляют из-за каждого камня. Одним словом, война. Фёдор Маланчук попал в страну палящего солнца, когда ему было 18. Служил полтора года, трижды был ранен. Наш выпуск продолжит очерк из рубрики «Солдат афганской войны». Афганская война. Она прошла через судьбы многих наших соотечественников. Бендерчанину Фёдору Маланчуку тогда было 18. После училища пошёл работать на завод «Прибор». Токарный станок на автомат сменить пришлось совсем скоро. Тот самый раздел «Жизнь до войны и после» он будет вспоминать спустя многие годы. Перед этим нас, во время работы, взяли на сборы порошекистов в годы. Где мы уже с более вероятной, как бы, с более вероятностью, что мы попадём в Афган. Нас начали готовить к этому. Уже там шли, как бы, военные действия. Военные действия, да. У нас, когда уже, ну, как бы, шанс на это был уже, как бы, 80%, что готовить нас сюда. Ну, конечно, не все были направлены в Афганистан, но из тех ребят, которыми мы были в Адловой воде в те дни, большинство были там. В разные частях и в разные времена. На сборы попали 30 бендерчан. Половина из них служили потом в одной части. После парашютных учений – курс молодого бойца в Одессе. Затем Кишинёвский аэропорт. О том, куда направят, догадывались. Но паники и страха не было, рассказывает Фёдор Маланчук. Тогдашние мальчишки горделись тем, что стали солдатами. Ночевали в аэропорту Кишинёва. И утром около, где-то ближе к 7, объявляют самолёт Кишинёв-Ташкент. А мы спали, как говорится, на весь мешках. Офицер, который с нами был, дал команду, пойдём и строится. Вот это уже было стопроцентное попадание в Афганистан. И не видел там из наших ребят какую-то истерику, что вот мы туда. Мы уже были готовы. А нам было 18 лет. А почему у нас не было истерика? Потому что воспитание домашнее было. У меня отец Великой Отечественной, дед оттуда. Ну, живые вернулись, дед на инвалидность был. Один дядька не вернулся. Ускоренную учёбу освоили быстро. После присяги уже в Афганистан. Никто, кроме нас. Для Фёдора Малунчука это не просто девиз десантного братства. Тогда мы старались как можно точнее выполнить приказ, решить боевую задачу, вспоминает десантник. С любых высот в любое пекло. Это про них. Мальчишек-афганцев 80-х. Наше подразделение, там, десантно-штурмовая бригада, ну, выполняли разные задачи. Берём от сопровождения колонн, боеприпасы, продукты. Что для воинских частей и для мирного жителя. С риском для жизни сопровождали караваны. О смерти не думали, но она, как тень, ходила рядом. В памяти один за одним всплывают эпизоды Афганской войны. В первое время службы на наши выезды молодые всегда были впереди. Ну, не думали о том, что вот, ну, что-то случится. А старослужащий, да, ну, уже начинается. У нас как бы так получается, чуть-чуть старослужащий отходит назад. Вот ее только направляет. И не дай бог, чтобы с тобой что-то не случилось. У меня был случай на одном выйде, там была перестрелка. Я чуть-чуть приподнялся, но у меня что-то резко боли в ноге были. Удар был сильный. Сначала не понял, думал о ранении. Но оказывается, старослужащий догнал меня прикладом от автомата. Я разозлился, говорю, как что-нибудь. А потом я понял, почему. Чтобы не получить голову, пуль. На войне, как на войне, эту истину они познали на себе. А потому так ценили минуты общения. Казалось бы, простая вещь. Но там, вдали от родной земли, это было ценно вдвойне. Желая друг другу спокойной ночи, ты не знаешь, встанешь завтра или нет. Вспоминает Федор Маланчук. Самое страшное – это видеть, как гибнет тот, кто еще вчера был рядом с тобой. Эти самые горькие минуты останутся в памяти навсегда. Самое такое для меня было, у меня расчет был невзором Саша. Я как пулеметчиком был, и был расчет второй. На выезде, как мы говорим, на проческе, блокировки кишлака. Там завязалась перестрелка. Мы бегали от одного дувала к другому, но дувал – это дом. Там глиняные дома, но, как мы говорили, дувало. Между ними пробегали, со стороны была очередь. Передо меня бегающий Саня Потапов. Я видел, как скручивается пуля в ушлах. Не само пуля, я видел, что что-то скручивается там. Потом уже посмотрели, там пуля была. Я посмотрел назад, Саня, жир на колени. Я вернулся приподнять. И вот до сих пор, когда я начинаю рассказывать, у меня правая ладонь как бы чувствует эту кровь. И попало ему в висок. Бесстрашие и молодость вели вперед. Бывало, спасал обычный случай. Сам Федор Маланчук был ранен трижды. Говорит, родился в рубашке. В день своего 19-летия отказался от увольнительной и поехал на задание с ребятами. Вернулся в простреленном бушлате, насчитал 7 лет. Жизнь распорядилась так, что все же вернулся домой. Я там, в общем, 18 месяцев. Трижды ранен. У меня служба получилась 50 на 50. Половина в гости или половина там. Пару месяцев в гости, пару месяцев там. Последнее ранение под ребном мини. 6-го июля дня рождения, 9-го я полетел в космос. Долгие месяцы настоящей войны научили многому. Ценить жизнь и поддерживать друг друга. И в горе, и в радости. Только так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза своим детям. Говорит афганец. Молодым ребятам я много раз говорил. У нас встречи идут по учебным заведениям, воинской части. Чувствовать локоть друга. Не удаляться. И не слушать тех, которые... Это нам не нравится. Быть преданным республике, это понятно. Преданным твоим друзьям. Если ты им будешь верен, и они тебе помогут. Боевое братство Афгана. Сильную традициями и седами.